Музыка Меня зовут Михаил Подель, мы приехали из Третьево из Риги. Мы занимаемся производством интересных изделий. Сейчас кратко об этом все расскажу и покажу. Все готовы? Сейчас понизим немножко, давай ставим. Он с техникой занимается. Ладно, пока что время не терять, начну рассказывать. Мы не целители, мы обычные производители. Мы производим бездельные с наполнителем, с очень интересным наполнителем. Это стеклянные микрошарики, величиной, чтобы примерно сравнить, наверное, раз в 100 меньше частиц. Это стеклянные полые шарики внутри, и они имеют очень интересную функцию. Функция заключается в том, что они отражают наше собственное тепло. То есть это стопроцентное отражение инфракрасной волны, или тепловой волны, по-другому могу рассказать. И эта волна очень важна, тепловая шарика. В физиотерапию все уже давным-давно знают, что это такое. То есть лечение теплом у нас очень давно используется. Готовы, да, в медицине? Ну, окей. Ну что, второй слайд? Давайте сделаем так. Я записал краткий видеоролик, для того, на котором очень кратко все рассказываю о том, как наша продукция работает. Давайте посмотрим, а потом уже там комментарии покажем. Запускаем? Да. Запускаем. Отлично. Отлично. Я не врач, я подниматель, который смог перенести сложный, дорогой метод, используя его в медицине еще с 70-х годов. Медицинские изделия, которые могут использоваться за доступные деньги, как в лечебно-профилактических учреждениях, так и в домашних условиях. При заболевании сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательным аппаратом. Таких, как, например, гликозное расширение вен, заболевание суставов, травмах ног, профилактики остеохранглоза или грузной недостаточности. Что же это за метод? Весь секрет в наполнителе. Еще в 70-х годах в России были разработаны противоожорные медицинские кровати с наполнителем из стеклянных микрошариков. Их сокращены микростеклосферы. Их размер 15-20 микрон. Они настолько мелкие, что не различимы человеческим глазом. И внешне выглядят, как молоко. Микросферы засыпались в кровать и накрывались специальной пастылей. Снизу подогревались теплыми пушками. И когда в кровать помещали больного в большую площадь для жёвов, создается эффект всеми несомости и всеми жидкости. Но впоследствии был замечен еще один эффект. Скорость регенерации прожённых тканей больных, которые лечились на этих кроватях, была многократно выше, чем у больных, проходивших в лечение без них. В дальнейшем подобный метод стал использоваться в кроватях для реабилитации недоношенных новорождённых детей и детей с перинатальной патологией нервной системы. В 2000-м году по заказу одной крупной российской компании, которая производила такие кровати, была проведена научно-исследовательская работа по изучению свойств микросферы. И было выявлено, что это дополнительное влияние ещё одно важное свойство. Свойство отражения инфракрасных волн. Именно это свойство, по их гипотезе, и являлось причиной скорейшего выздоровления больных на кроватях с наполнителем из микросфер. В чём же инновации наших медицинских изделий? По сути, только в том, что мы смогли найти решение поместить в применение материал наполнитель, который протекает через любую ткань, в удобных применении изделий. Таким образом, чтобы их можно было использовать как локально-бократные зоны в виде различных повязок, так и воздействия на весь организм в виде подушек и макрасов. Так каков же принцип работы медицинских изделий? Всем известно, что любой живой биологический организм является мощным источником излучения тепла. В процессе жизнедеятельности организма человека тоже излучает инфракрасные волны или попросту тепло, о чём свидетельствует температура тела. Микросферы при воздействии с организмом человека отражают эти волны. Болезные инфракрасные излучения аккумулируются в микросферах и возвращаются обратным в организм в неизменном виде и в очень узком угле отражении. Обращаю ваше внимание, что очень важно, что именно отражают и возвращают назад тепло. Они сохраняют тепло на поверхности, как, например, одеяло или когда мы спим, или как телофан, если мы обернули много. Таким образом, по сути, происходит физиотерапия теплом. Только источником служит не электрический медицинский прибор, который генерирует это тепло, а своё собственное тепло, которое с помощью наших изделий возвращает тепловую волну назад в неизменном виде. И главное, оно безопасно. Так я подчёркиваю, это наше собственное тепло. За счёт такого эффекта происходит процесс повышения температуры подхожных тканей на 1-2 градуса. Это вызывает местные термоизоляционные реакции, увеличение циркулирующих тканей крови, увеличение локального кровотока, динозного тока, ускорение регенерации тканей. Повышается пронициальность сосудов, что способствует удалению продуктов распада этих клеток. И соответственно клетки поражённых органов начинают восстанавливаться. Таким образом происходит воздействие на причину самой проблемы. Восстанавливаются поражённые органы и ткани в целом. Все медицинские изделия из-за патентопии. Прошли процесс соответствующей регистрации в Российской Федерации и Европейском Союзе. Дополнительно были проведены добровольные клинические испытания на пациентах по локозному расширению вен и реабилитации больных после инсультов. Проведена научно-исследовательская работа в НГУ и Романусова на предмет отражения тепловых болей. Результатом всего этого стала регистрация, ноу-хау и инновационные метод лечения. Я уверен, что за счёт своей высокой эффективности, которая подтверждена тысячами благодарных клиентов, изделия получат очень большое распространение. Благодарю вас. До встречи. Ну вот, так кратко получилось рассказать. Сейчас дальше я более подробно расскажу, какие у нас продукты, как это выглядит и что это такое. Ну вот, здесь показаны основные направления применения наших изделий. Это, как вы видите, в основном это опорно-двигательный аппарат, отселяющая осуществительная система. Вот, здесь, кстати говоря, не знаю, не вижу в зале есть или нет, но уже если бы человек, даже кто был на конференции, попробовали это на себе. Очень интересный эффект, что, если, например, там болят ноги, суставы, отёки и ещё что-то, то изделия работают буквально в течение 15 минут. То есть это не какой-то волшебный эффект в течение месяца. Да, это здесь и сейчас сразу. Сейчас я опять расскажу, какие виды изделий есть. Ну вот самый наш такой флагман – это повязка на антиварикозные, верифорат. Они бывают разных размеров, начиная от маленьких, заканчивая повязкой на всю ногу, с опоясыванием тазобедренного сустава. Дальше можно славить? Вот. Что я здесь хочу остановиться на чём? После получения всех медицинских документов России мы решили пройти клинические испытания на пациентах. Зачем это было нужно сделать? Потому что мы тогда собирались выходить на уже Евросоюз, и нам было очень важно понять, а действительно изделия, с точки зрения доказательной медицины, они вообще работают или нет? Или это просто, ну, нам 5 лет казалось, что они работают? И мы пришли, когда в медицинскую академию, в нашу турскую, в отдел по муниционным разработкам, и сказали, мы хотим провести изделия. Мы привезли вот эти синие дрябочки, мы, естественно, нас посмотрели, как на идиотов, сказали, если вы деньги готовы заплатить, ну, давайте проведём. Что, проблема? Вы платите, мы проведем. Но условия, говорит, всё, что будет в результатах, мы то вам и запишем. Ну, конечно, это нас сильно задумывался, потому что деньги были немалые. Вот. Ну, думаю, если что, спрячем мы это клинические испытания, отчёт в сейф, больше никому никогда в жизни не покажем. Вот. Ну, узнать надо было, потому что как мы можем выходить в Европу, да, и в Европе работать с продуктами, но нужно было и убедиться для себя, что с точки зрения доказательной медицины есть эффект. Вот. И, конечно, было очень, очень нам было приятно, и мы были очень рады, что действительно эффект оказался, ну, прям, очень, так сказать, значительным, потому что ещё до того, как только, ну, кратко кто понимает, что у клинических испытаний, это когда до начала делаются замеры по куче показателей, да, у пациентов в середине и в конце. То есть это, по сути, это, ну, цифра. То есть клинические испытания — это огромное количество цифр, которые исходят в дюймах анализов. Но уже через несколько дней все, кто был в основной группе при проведении клинических испытаний, все пациенты стали отмечать субъективное улучшение. Это как уходят вдоль отёки, тяжести в ногах. То есть это первые субъективные. И уже врачи с первых дней начали нам звонить и говорить, слушайте, мы, говорит, не знаем как, но ваш продукт работает. На самом деле даже в МГУ мы так и некоторые моменты не определили, потому что наш продукт имеет очень интересное свойство. что наполнитель меняет физическое состояние. То есть в обычном состоянии это как жидкость, так вода. А когда у человека есть какие-то заболевания, он таксирует в вашем продукте, на твердей это твое-то камнеобразное состояние. Физики в МГУ не смогли объяснить, что происходит. И мы с вами до сих пор, честно говоря, не знаем. Поэтому вот такая вот честная история. Как это работает? Тяжесть в ногах, отеки, боль. Все это признаки варикозного расширения вена. Вена это сосуды, которые несут кровь от органов и ткани к сердцу и поднимают ее по самой сложной траектории, снизу вверх. Для того, чтобы кровоток не нарушился, вень существует клатана. Движение крови в структу сердца осуществляется при помощи сокращения мускулатуры вены. Здоровые вены легко проталкивают кровь вверх, но сохранить ее здоровье не так-то просто. Наследственное предрасположение с крови венозным заболеванием, долгое пребывание на ногах или, наоборот, сидячий образ жизни часто приводит к отоплогии вены. Появление на ноге даже небольшой капиллярной сеточки служит сильным того, что кровоснабжение нарушилось. Если процесс вовремя не остановить, возникает варикоз. Это заболевание развивается следующим образом. Постепенно капилляры перестают работать, в результате чего клетки вены не получают кислорода и питательных веществ и начинают отмирать. Это подобно некрозу ткани при инфаркте сердца. Этот процесс сопровождается бою и тяжестью в ногах. Как следствие, стенки вен теряют эластичность и деформируются. Клапанный аппарат не функционирует, в веке происходит застрой крови. Как же вернуть веном здоровье? Медицинское изделие Марифорд – эффективное решение при варикозе. Основной эффект обеспечивают медицинские микросферы, которые находятся внутри Марифорда. Они представляют собой мельчайшие полостегляные шарики размером 20 микрон. При использовании Марифорда микростеклосферы отражают инфракрасную энергию, излучаемую теплом человека. Они посылают инфракрасные тепловые волны обратно в организм. В неизменном виде происходит повышение температуры внутренних тканей на 1-2 градуса. За счет этого достигается физиотерапевтический эффект, выраженный в улучшении циркуляции крови, усиление венозного тока, что способствует улучшению обменных процессов, и, как результат, ткани вены начинают восстанавливаться. Таким образом, вена постепенно выздоравливает. Медицинские изделия выпускаются в трех видах – антиварикозная повязка в ревод, подушки и матрасы. Следующий слайд. На самом деле, у нас изделия выпускаются не в трех видах, а видов намного больше, потому что мы здесь говорим о медицинских изделиях. Чтобы было понятно, регистрация медицинских изделий – это очень долгий, сложный, долгостоящий процесс. Но все остальные изделия, мы их называем бытовые, они абсолютно из такого же материала, они имеют абсолютно тот же самый эффект и абсолютно так же обработают. Ну вот здесь мы показываем варианты исполнения подушек, матрасов. Дальше следующий слайд. Дальше матрасы. Ну, а, кстати, да, хочу остановиться по поводу, я бы сказал, о клинических испытаниях по галикозу. И мы еще прошли клинические испытания, очень интересная тоже история, по реабилитации больных после инсульта. Там мы встретили еще больший скепсис, когда пришли туда, это реабилитационный центр региональный наш. И там, ну, на нас, в принципе, даже если в первый случай нас посмотрели, как на идиотов, то здесь даже если с нами разговаривать сначала не стали, вот, у меня очень долгое время пришлось уговаривать и, в принципе, провести эти испытания, вот. Ну, и, в общем, они пошли по такому же пути, не платите деньги, что будет, то ли напишем. Вот, 21 день длится реабилитация больного после инсульта в реабилитационном центре. Как правило, это лежачие, существуют тяжелые люди. Что и что было. То есть была контрольная основная группа, основные по 25 человек, по 21 дню. Это были использованы наши матрасы и наши подушки. Люди лежали на них. Помимо того, что при реабилитации, где у нас тут выводы есть, да, написано? Не, назад, 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 назад. Вот. При реабилитации были потрясающие результаты именно по восстановлению инсультных больных, но дополнительно выявился очень интересный эффект. Выявилось, что из всех 25 человек основной группы ни у кого не было пролежней. То есть мы в ходе одних клинических испытаний выявляем противопролежный эффект. Ну, в принципе, это логично, потому что при пассивном нахождении на матрасе отражение тепла, прогрев тканей, улучшение всех работ жидкостных сред, и, соответственно, у людей не было пролежней. Но мы этого не смотрели. Да, и это выявился такой интересный эффект. И вот сейчас мы находимся в процессе регистрации нового вида, скажем так, лечения, запись в инструкцию применения именно как противопролежный эффект. Ну, теперь сейчас кратко покажу, какие у нас есть изделия. Это мессальный аппликатор, такое наше изобретение, которое, по сути, подходит на любую часть тела. Покажите, пожалуйста, дальше. Как может, как это выглядит. То есть, по сути, мы разработали такую универсальную штуку, которую можно везде крепить и фиксировать. Дальше. Ну, вот, как он выглядит. То есть, по сути, можно везде. По поводу отзывов. Ну, вот есть ссылка на отзовик наш, где мы собираем отзывы. У нас сейчас сомнены, если бы сотен уже, отзывов клиентов очень интересные. Ну, различные. Совершенно различные отзывы. Не будем, наверное, подробно останавливаться, потому что, ну, прям, на кассах сами не перестаём мотивляться, какие у них происходят чудеса. Ну, и вот, то, что я говорил, это ассортимент изделий. То есть, разное есть. Это и шапочки, и тапочки. То есть, в самолётах летает очень удобно. Жилетки. Ну, вот, наш лозунг. Второй вам, вашим близким. Ну, наверное, всё. Да, я закончил. Спасибо большое. Всего хорошего дня.